Доброго времени суток любителям ножей и ножевой тематики. Ну, в кадре два ножа, значит, поговорим о них. Это, скажем так, и не обзор, и не сравнение, как бы может быть больше мысли, мысли вслух об этих двух китайских репликах ножей братьев Широуровых. Это ХАТИ и Ф95. Ну что ж, тогда немножко их покажем дальше. Кто не знает, ХАТИ материал Д2, сталь Ж10, подшипник двухрядный, шариковый. Ф95, Титан, Д2, ролики. И тот, и другой механизмы запирания фреймлок, и у того, и у другого сухари. Ну, присмотревшись в ХАТИ, сухарь, вот, сделан получше. В чем его, скажем так, красота? В том, что в этом сухаре вмонтирован шарик. Не знаю, видно или не видно. Фиксирующий шарик. И этот шарик при желании можно вытащить, поставить на такую глубину или высоту, чтобы флип был либо четкий, вот, как сейчас на ХАТИ, либо, как у меня, он очень мягкий. Но у меня, к сожалению, в сухаре нету шарика. Он сразу интегрирован, скажем так, не видно, наверное, не видно. Он стоит сразу в фрейме. И его никаким способом нельзя поднять, для того, чтобы флип срывался позже, более агрессивней. Здесь я, конечно, настроил клинок, тоже подбирал много и смазку, и регулировку, затяжки, вот, для того, чтобы флип был мягкий, и в то же время он был, поскольку перетянешь клинок, флип будет вот такой. Надо будет его доводить. Здесь доводить мне еще не нужно. Нож флипует, ну, скажем так, даже сам собой. Вот, попробую. То есть, если его настроить, то можно, как бы, абсолютно выбрасывать его без проблем. Здесь мне, конечно, флип больше нравится. Он больше агрессивный, более внятный, но, как бы, хозяин говорит, что, по-первых, времени у него были даже, как бы, мозолит. От того, что он игрался. Разница в цене 43 доллара. И ровно на 20 баксов дороже. 63 доллара. Вес. Этот хаки заявлен, что вес в нем 140 грамм. У титана 155 грамм. 150-155 грамм. Кто как пишет, ну, в принципе, где-то в таких пределах. Абсолютно, как бы, если для руки эти разницы в граммах не чувствуются. не чувствуются абсолютно. Клиночки, конечно, немножко разные. У хаки спуски от обуха идут. А у F-95 они не совсем, скажем так, от обуха. ну, почти, скажем так. Подводы хозяин говорит, что были не очень ровненькие. Ему пришлось их доводить и немножко править. РК у него блестященько, хорошо заточено. Я свою РК никак не правил. Она такая заточена по-заводскому, грубо. Ну, пока мне хватает, хочу ее потом перетащить немножко. Так вот, как бы, задаю себе вопрос, стоит ли покупать, допустим, более дорогой нож, там, допустим, за 63 доллара, есть там даже за 140 долларов, в принципе, кто как продает, или, допустим, тот же хаки есть за 70 долларов, но в исполнении не G10, а карбон. Он весит 115 грамм, но стоит немножко дороже. По ощущениям, не знаю, хваты и у того, и у другого, как бы, мне приятны. У Хатти есть спейсер, 95-го его нет. Ну, разве что, как по тактильным, титан быстро горится в руке, ему и руки как-то приятнее, как-то, как по мне. G10 и сталь тоже, как бы, не возникает никакого дискомфорта в руке. все как бы хорошо. Но, опять же, кто надумает такие ножки покупать, это нужно просто, просто подбирать под свое настроение, под свои руки, под себя, скажем так. Что в моем ноже, как бы, я уже говорил, не очень, мне понравилось, то, что шарик я не смог отрегулировать по высоте и флип изначально здесь был очень, очень слабый. Нужно было поиграться осевым для того, чтобы он скажем так вот стал полноценным и нормально флиповал. Вот это вот мне одно в нем, ну, одно из не нравится в нем. То, что сухарь не имеет шарика. Было бы хорошо, если бы в сухарь поставили они, ребята-китайцы, шарик. Ну, так, в принципе, все как бы устраивают. по поводу хати его хозяин получил недавно, ему буквально еще может быть неделька. Каких-то впечатлений плохих от него нет, ну, кроме как подводов, то, как бы такое. Очень четкий флип, очень четкий, просто стреляет аж, 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 вся слесарка вся очень качественно сделана, G10 обработан, все, все очень-очень на уровне, как за 43 доллара за такой ножик, вот, все очень-очень-очень, все запирается на фрейм нормально, никуда не девается, не соскакивает, 95-го тоже все фиксируется, никаких, даже плавненько открываешь, он никуда не девается, не надо его никуда доводить, заводить. Так вот, стоит ли покупать дорогой нож, допустим, в карбоне, или ограничиться, допустим, обычной сталью или титаном? Ну, каждый, может быть, должен выбрать сам. Ну, так, в принципе, ножи нормальные, да, что еще в них, ну, сведения, сведения, конечно, оставляет желать лучшего. На хате, на хате 0,7, как и говорил хозяин ножа, ну, а на ф-95 почти 0,9, там, 0,8, копейками, где-то, наверное, ну, где-то 0,8. Сведение немножко толстовато. В сети встречал обзоры, что люди говорят, у них сведение на таких ножах 0,3, ну, значит, нам как-то не повезло с этим делом. Ну, ножи достойные, и, как бы, не приобретя этот более дорогой нож, может быть, я бы и остановился на хате. Хате тоже очень-очень приятный толковый ножик. Сейчас покажу еще ближе. Просто их как бы рядом. клиночки одинаковые по длине, по форме, ну, только вот спуски немножко разные. вот так, неплохие ножи с разницей 20 долларов. Всем спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok